Дорогие подписчики, ответьте мне пожалуйста на вопрос, часто ли вы совершаете покупки в интернете. Я уверен, что часто, но задайте себе вопрос, экономите ли вы на своих покупках. Я вам предлагаю воспользоваться кэшбэк-сервисом Letyshops.ru Возвращая до 30% оплаченных средств на свой электронный кошелек. Ссылку на кэшбэк я оставлю в описании и в комментариях. Дорогие подписчики, согласитесь, что за последнее время китайские производители выпустили массу долгоиграющих смартфонов. Тренд есть тренд, но действительно ли все так гладко? Практически в каждой новинке, которая может похвастаться хорошей автономностью работы, есть какой-либо недостаток. В каком-то смартфоне чересчур большой вес, в каком-то толщина, в каком-то кроме автономности работы, в принципе ничего интересного нет. Сегодня же я вам хочу рассказать о девайсе, который является претендентом названия одного из самых сбалансированных смартфонов. Название новинки Ulefone Power. Не могу сказать, что к данному производителю я отношусь нереально круто, но не разобраться в данном вопросе я просто не мог. Поехали! Новинка поставляется в стандартной картонной упаковке от производителя. Ее дизайн не отличается от дизайна упаковок предыдущих продуктов компании. В стандартный комплект, кроме смартфона, входят зарядное устройство с заявленной силой тока 9 вольт 2 ампера, USB кабель, стерео гарнитура, скрепка для того, чтобы открыть лоток для сим-карт, силиконовый чехол, мануал от производителя и защитная пленка. Согласитесь, комплект поставки данного продукта более чем богатый, не хватает только лишь защитного стекла. Но это был бы уже перебор, согласитесь, пока что все неплохо, идем дальше. А дальше я вас тщательно ознакомлю с внешним видом данного гаджета. Лицевая панель смартфона выполнена из защищенного стекла Gorilla Glass 3-го поколения. К стеклу применена технология 2.5D, торцы изогнуты. В нижней части лицевой панели производитель расположил три сенсорные кнопки. При дневном освещении подсветку этих кнопок не видно, но при плохом она видна. В верхней части лицевой панели обосновались разговорный динамик, камера, датчик освещенности, датчик приближения, датчик движения жестами и индикатор событий. Вот как последний выглядит в работе. Каркас новинки выполнен из металла. На правой боковой стороне мы видим кнопку питания, кнопку регулировки громкости и так называемую умную кнопку. О ее функционале я расскажу немного позже. На левой боковой стороне расположился металлический лоток, который включает в себя либо две микросим-карты, либо одну микросим-карту плюс карту microSD. Заявлена поддержка карт памяти до 128 гигабайт. Отмечу, что оба слота работают в сетях 4G. На верхнем торце мы видим стандартный джек 3,5 мм для гарнитуры и инфракрасный порт. На нижнем микрофон и microUSB порт с поддержкой функции OTG. Тыльная панель несъемная, материал пластик с глянцевым покрытием. В верхней части тыльной панели расположились камера с двойной светодиодной вспышкой и сканер отпечатков пальцев. По центру гравировка логотипа производителя. В нижней части сетка, которая защищает внешний динамик. Реальный вес устройства 195 грамм. Толщина 9,5 мм. Что касается дизайна смартфона в целом, я считаю, что он неплох. Хотя и напоминает дизайн Elephone P7000. Сборка гаджета, несмотря на сочетание пластик плюс металл, отлично. Нет ни люфтов, ни скрипов. Сидит продукт в руке довольно удобно. Кнопка питания и кнопка регулировки громкости расположились в удобном для правшей месте. Ну что же, вроде бы с дизайном, сборкой мы разобрались. Теперь перейдем к рассмотрению более интересного момента. Технической части. Для начала поговорим о дисплее. Диагональ составляет 5,5 дюймов. Матрица LTPS. Воздушная прослойка между тачем и между дисплеем отсутствует. Разрешение Full HD. Производитель матрицы компания AUO. Тайваньский производитель. Multi-Touch TES показывает 5 точек. Рассмотрим же углы обзора. Под прямым углом цветопередача просто отличная. Если же на дисплей смотреть под разными углами, матрица начинает немного засвечивать. При практическом использовании это дискомфорта не доставляет. Далее мы включим просто черную заставку для того, чтобы проверить дисплей на засветы. Как вы видите, их нет. Если смотреть на дисплей под прямым углом, черный цвет довольно глубокий. Под другими углами он засвечивается. Итак, что я могу сказать в целом о дисплее? Он отличный. Углы обзора, как и сама матрица, на мой взгляд, отличные. И, кстати, при попадании прямых солнечных лучей на дисплей, картинку видно отчетливо. Те, кто отдает приоритет экрану, поверьте мне, будете довольны. Далее я вас вкратце ознакомлю с интерфейсом. На момент записи данного видео работает новинка под управлением операционной системы Android 5.1 Lollipop. Производитель обещает скорое обновление до зефирки. Оболочка стокового Android. Присутствует возможность выбора лаунчера от компании Ulefone. Вот как выглядит стандартный. И вот таким образом выглядит лаунчер от Ulefone. Кроме этого, есть возможность выбора подходящей вам темы. Если же существующая тема вас не устраивает, вы можете скачать новое. Для этого выделен отдельный ярлык на рабочем столе. Три сенсорные кнопки выполняют следующие функции. С помощью левой у вас есть возможность отредактировать рабочий стол, выбрать управление приложениями, изменить обои и так далее. Центральной сенсорной кнопкой вы выполните действие домой, правой назад. Удержанием кнопки Home вы вызовете вкладки. Длительным зажатием на любом пустом месте рабочего стола вы вызовете то же меню, что и левой сенсорной кнопкой. Двойным свайпом вниз и статус бар доберетесь в меню быстро активации различных функций. Далее мы зайдем в настройки. Для передачи данных вы сможете воспользоваться Bluetooth и HotKnot. Из смарт-функции присутствует пробуждение двойным тапом, вызов ранее заданной функции ранее заданным узором и бесконтактное перелистывание рабочих столов, изображение в галерее и так далее. Кроме этого есть возможность выбора цвета индикатора событий. Ну что же, теперь мы перейдем к тестированию одного из самых интересных моментов – сканера отпечатков пальцев. Для начала зарегистрируем один отпечаток. По заявлениям производителя скорость сканирования составляет менее чем полсекунды. Проверим же его в деле. Попробуем разблокировать смартфон несколько раз подряд, приложив палец под разными углами. Не могу сказать, что скорость сканирования сверхбыстрая, но тем не менее работает сканер неплохо. Разблокируется смартфон сразу из спящего режима. В общем, как всегда, китайский производитель немного преувеличил, но тем не менее сканер отпечатков работает действительно неплохо. Далее, по вашим многочисленным просьбам, я проверю работу функции OTG. Для тех, кто не знает, с помощью данной функции, с помощью специального переходника, вы сможете подключать к устройству флешку и заряжать с помощью данного гаджета другие устройства. В моем примере мы подключим только лишь флешку. Как мы видим, смартфон без проблем увидел внешний накопитель. Также не стоит забывать о наличии инфракрасного порта. Для тех, кто не в курсе, с помощью него вы сможете управлять бытовыми предметами, такими как кондиционер, телевизор и так далее. Проверим его в действии. Видите, что производителям не предустановлено специальное приложение, с помощью которого вы будете управлять данным портом. Сейчас я вам покажу, где и как его скачать. Заходим в Play Market. В поисковой строке вводим название приложения Zaza Remote. Скачиваем первое найденное приложение и проверяем его в действии. Как мы видим, инфракрасный порт работает без проблем. В следующем пункте моего обзора мы будем тестировать гаджет в различных бенчмарках. Начнем с Antutu. За работу смартфона отвечает 64-битный восьмиядерный процессор MTK6753. Работает он в связке с двухъядерным видеооскорителем Mali-T720. Количество оперативной памяти составляет 3 гигабайта. Встроенных 16, из которых свободно для пользователя чуть более 12. Максимальная тактовая частота процессора 1,3 ГГц. После теста в шестой версии Antutu устройство набирает привычное нам количество баллов. Далее мы рассмотрим наличие встроенных датчиков. На борту имеется акселерометр, датчик магнитного поля, ориентации, освещенности и приближение. Все заявленные датчики работают без проблем. Что касается 3D графики, с чипом MTK6753 мы уже знакомы. Ничего нового. С целью тестирования гаджета на нагрев я установил несколько игр. В данном обзоре я вам покажу Nova 3 и Asphalt 8. Начнем с первой. Как мы видим, данная игра на обозреваемом аппарате тормозит. Посмотрим, как данный аппарат справится с игрой Asphalt 8. Устанавливаем средние настройки изображения, игру по сети и поехали. Удивительно, но даже с этой игрой на средних настройках изображения смартфон еле справляется. Если в принципе можно так сказать. Что касается нагрева, после 10 минут игры смартфон действительно нагревается. Это доказывает перометр. Итак, дорогие друзья, что нужно извлечь из нашего теста смартфона на производительность? В принципе, я думаю, ни для кого не новость, что сочетание Full HD разрешения и процессора MTK6753 это каторга. Все аппараты, которые попадали мне в руки и имели данную связку, жутко тормозили в играх. То есть, называть данные смартфоны игровыми точно уж нельзя. Кроме этого, еще раз подтвердилось, что процессор MTK6753 горячий. Ну, в кавычках, имеется ввиду, что при активном использовании данный чип нагревается. Сейчас мне хочется проверить работу GPS навигации. Как мы видим, после холодного старта смартфон находит и подключается к спутникам GPS без проблем. Также находит и подключается к спутникам GLONASS. В этом вопросе у данного смартфона проблем нет. Далее мы поговорим о камерах. По заявлениям производителя, тыльная равна 13 Мп с сенсором от Sony IMX214. Максимальная диафрагма 1.8. Фронтальная 5 Мп от компании OmniVision. Протестируем. Когда смартфон находится не в спящем режиме, одинарным нажатием на умную кнопку вы вызовете камеру. Длительным зажатием начнете запись звука. Итак, нажимаем один раз на умную кнопку и поехали. Как мы видим, интерфейс камеры вполне стандартный. Имеется режим панорамной съемки, живое фото, красивое лицо, снимок с помощью жеста, HDR и снимок прикосновением к сканеру отпечатков пальца. Кнопка громкости служит в роли кнопки спуска затвора. Также вы сможете сделать фото с помощью умной кнопки. В общем, куда бы мы ни клацнули, делается фото. Максимальный размер фото равен 13 Мп. Максимальное разрешение записи видео Full HD. Кстати, обращаю ваше внимание, что при записи видео работает автофокус. Скорость фокусировки не моментальная, как заявил производитель, но тем не менее работает стабильно. Что касается фронтальной камеры, здесь также все по стандарту. Имеется режим красивое лицо, снимок с помощью жеста. Думаю, именно для селфи пригодится снимок с помощью сканера отпечатков пальцев. Пользоваться довольно удобно. Максимальный размер фото равен 5 Мп. Смотрим на примеры фото и видео. Продолжение следует... Что касается фонита... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что же, теперь в целом выскажу свое мнение о камере. Хочу отменить, что дневные снимки получаются довольно-таки неплохими. Также порадовало наличие автофокуса при записи видео. Со своей задачей он справляется на все 100%. Как я уже сказал, фокусировка происходит не моментально, но тем не менее работает стабильно. И это уже радует. Что же касается ночной съемки, учитывая диафрагму 1 на 8, снимки должны были получаться просто сновшибательными. Но тем не менее, на мой взгляд, они просто средние. Присутствуют шумы и так далее. Фото со вспышкой, на мой взгляд, просто провал. Сильно засвечивает и при макросъемке, и при стандартной съемке. Ну что же, двигаемся дальше. Следующий вопрос будет посвящен самому интересному моменту в данном смартфоне. Автономности работы. Напомню, что аккумулятор в смартфоне не съемный. Его заявленная емкость составляет 6050 мАч. Аккумулятор производства Sony. В тесте аккумулятора с помощью программы Antutu Battery Test с разрядом на 80% устройство набрало более чем 11500 баллов. Признаю, что с самого начала я расстроился, когда увидел этот результат. Потому что знаю, что тот же Aokitel K6000 набирает около 15000 баллов. Hontom HT6 около 15000 баллов. Но потом я вспомнил, что разрешение в этом смартфоне Full HD и 8-ядерный процессор. Поэтому, в принципе, все обосновано. В устройстве, с помощью которого я тестирую реальную емкость аккумулятора, показывает емкость более чем 6000 мАч. То есть это означает, что производитель нам не соврал. И это положительный момент. Кроме всего вышеперечисленного, компания Olefone заявила, что данным смартфоном поддерживается функция быстрой зарядки. Так называемая Pump Express Plus. Так вот, данный смартфон действительно заряжается от 0 до 100% за 2 часа 10 минут. Что касается времени работы, при максимальной нагрузке, то есть максимальная яркость, включенный Wi-Fi, серфинг интернета, смартфон проработал около 8 часов. Итак, подытожим по поводу автономности работы. Я считаю, что данный смартфон нужно будет заряжать при среднем использовании приблизительно раз в 2-4 дня. Почему так? Потому что каждый пользуется смартфонами по-разному. Кто-то много звонит, кто-то много играет, но при среднем использовании это где-то час звонков в день, плюс час серфинга интернета, плюс-минус где-то раз в 3 дня будете заряжать. Далее мне хотелось бы вам рассказать о звуке. Для начала протестируем громкость из внешнего динамика. Ребят, признаюсь, что звук из внешнего динамика в данном гаджете отличный. Все, для кого это играет большую роль, будете довольны. Что касается звука в наушниках, как всегда, я установил трек формата флаг с битрейтом 900 кбит и прослушал его. Так вот, звук в ушах, на мой взгляд, в среднем. Категорически не хватает низких частот. Я сравнил звучание в ушах в моем Aukey TLK 6000 и в Ulefone Power. Так вот, могу сказать, что в Ulefone Power немножечко получше. Но потом я сравнил звучание в Ulefone Power и Xiaomi Redmi Note 3. Вот так вот, Xiaomi звучание лучше. И причем гораздо лучше. В общем, звук в ушах неплохой, но ничего сверхъестественного. Ну и, как всегда, в конце видео пару слов о связи. Ребят, в данном смартфоне один радиомодуль. То есть, это означает, что когда вы разговариваете по одной сим-карте, вам звонят на другую, вы будете недоступны. Что касается приема сети, в данном вопросе проблем также не возникнет. Потому что сравнивал прием в Redmi Note 3 и в Ulefone Power. Разницы нет. Микрофон и разговорный динамик работают неплохо. Несмотря на то, что второго микрофона, дешевого подавления, нет. Тем не менее, собеседник меня слышал отлично. Ну что ж, дорогие друзья, вроде бы самые основные моменты мы с вами рассмотрели. Теперь поговорим о плюсах и минусах этого аппарата. К первому и однозначному плюсу я отнесу дисплей продукта. На чем-на чем, а на матрице компания Ulefone точно уж не сэкономила. Ко второму плюсу я отнесу звук из внешнего динамика. К третьему все же автономность работы. К четвертому сбалансированность устройства. Имеется ввиду вес и дизайн с учетом емкого аккумулятора. К пятому плюсу я отнесу действительно быструю зарядку смартфона. 6000 мА за 2 часа. Действительно круто. То есть это означает, если допустим ваш смартфон сел, приблизительно за полчаса вы получите около дня работы. К шестому плюсу я отнесу наличие инфракрасного порта. Что же касается минусов, первый продукт заработал за счет наличия комбинированного слота. Производители, если вы уже привыкли к этим металлическим луткам, делайте пожалуйста 3 в 1. Так что можно было установить 2 сим-карты и карту microSD. Как это сделали в BlueBoo X-Touch и в многих других смартфонах. Второй минус, на мой взгляд, заслужил смартфон за счет плохой работы вспышки. Третий за счет слабой производительности. Согласитесь, все игроманы сразу будут проходить мимо, потому что поиграть в тяжелые игрушки на этом смартфоне точно уж не удастся. Во всяком случае с комфортом. Ну что же, подведем итоги касательно данного смартфона. Ребят, в принципе для тех, кому не важны игры, но нужна хорошая автономность работы, камера, сканер отпечатков пальцев, отличный дисплей, этот смартфон можно действительно брать. Что касается качества, в принципе, ведь компания Ulefone имеет противоречивые отзывы. За все время тестирования данного гаджета он ни разу не перезагрузился, не заглючил, в принципе работал нормально. Конечное решение, конечно же, принимать вам. Ставим лайки те, кому данный обзор был полезен. Также ставим лайки те, кого уже задолбали смартфону, за работу которых отвечает чип MTK6753. И все, кто ждет новинки на Helio P10. Где купить смартфон по актуальной цене, я укажу в описании и в комментариях. Также не забываем пользоваться кэшбэк, возвращая процент от потраченных денег на покупки. Подробности в описании и в комментариях. Если вы еще не с нами, добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Читайте и комментируйте текстовые новости на нашем сайте androonews.com С вами был Андрей Ковтун, специально для AndroNews. Да пребудет с вами Android. Субтитры сделал DimaTorzok